Всем привет! Вы на канале Кинотрафик, с вами Ярик, и сегодня я продолжу проект Киноазбука. Мы снова на букве А, и на очереди у нас архетип. Это продуманный узнаваемый образ персонажа, который используется в кино, играх, литературе и так далее. Существует много разных классификаций архетипов. Сегодня я расскажу об одной из них на примере такого произведения, как Гарри Поттер. И первый архетип на очереди у нас — герой. В данном случае сам Гарри Поттер — это главный персонаж. Чаще всего он с первых секунд дает понять, что он хороший. Например, Гарри Поттер никак не отреагировал, когда его подразнил дальше. Ну, или же в кадрах чуть позже он пожалел змею в зоопарке. Что довольно странно, так как это просто экспонат, как считают большинство людей. Но Гарри проявил доброту. Стыдно за него. Он же не понимает, каково это — лежать изо дня в день, смотреть на мерзкие лица людей, глазеющих на тебя. С тенью в конце фильма всегда проходит финальная битва. В данной ситуации идеальная тень Волан-де-Морт. Давай, Том, покончим с этим так же, как начали. Вместе! Вместе! Также существует такой архетип, как «Союзник». Это друзья главного героя, которые всегда придут ему на помощь и сопровождают его на протяжении сюжета. Я видел мою сердцу. Ну а мы перемещаемся в другую киновселенную. В самбо-ди-во. И здесь я хотела бы поговорить про такой архетип, как «Плут». Это тот, кто смешит главного героя на протяжении сюжета и поддерживает его. Например, в данном случае это осёл. Ну, я вам рассказал про архетипы, и давайте разберёмся, зачем же они нужны. Они нужны для того, чтобы, во-первых, лучше понимать кино, ну и, соответственно, чтобы лучше придумывать истории. Так как намного проще, когда ты знаешь, какие роли можно кому дать. Ну а с вами был Ярик. Пишите в комментариях, что вы кушали, пока смотрели данный ролик. Увидимся в следующих выпусках в Киноазбуке. Всем пока!